Доброе утро! Меня зовут Павел, я эксперт по скалолазанию. Сегодня поговорим о мифах, поскольку это высокой активности. Высота, ощущение полета и свободы. Найти все это можно в горах. Еще ближе – на искусственном скалодроме. Скалолазание – это активно и здорово. Или очень высоко и страшно. Где здесь правда? А что миф? Давайте разбираться. Миф номер один. Я не смогу, я боюсь высоты. И для многих это настоящее испытание. Можно быть уверенным в своих силах и надежности страховки. Но реакция организма все равно будет влажной ладошки, рожащие коленки и бешеный пульс. Стоп! Это не значит, что вас не получится скалолазить. Настоящих акрофобов, тех, кто боится высоты, всего 5%. Остальное – простой человеческий страх. С каждым подъемом он постепенно уходит. И не ждите, что в один день исчезнет страх полностью. Как ни крути, минимальная опасность скалолазания должна быть. Именно она и привлекает зожников. Точнее, умение избегать и обходить эту опасность. Как и страх перед ней. Миф номер два. Самое главное здесь – это сила рук. Есть даже более масштабная версия этого мифа. Якобы скалолаз должен подтягиваться чуть ли не сто раз. Конечно, трассу можно проходить полностью на руках. Кто запретит-то? Но ни один скалолаз не станет просто так тратить силы. Он будет устойчиво ставить ноги, работать корпусом, тянуться и балансировать, чтобы сохранить силы для ключевого момента трассы. А руки со временем натренируются. Даже до бабки не придется просить. Главное в вопросе скалолазания – техника. Без нее грубая сила ни на что не годится. Одних сильных рук для лазания действительно будет маловато. Особенно, если они дрожат от страха. Наберитесь смелости и ползите к вершине. И пусть лишние мифы вам не мешают.